Премьера музыкального спектакля 31 июня состоится во Владивостоке 18 февраля. В творческую команду режиссеры приглашают не только тех, кто уже работал на сценической площадке, но и тех, кто уже давно мечтал поработать на сцене. А все подробности о музыкальном проекте мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня Дарья Варзиева, режиссер и хореограф-постановщик музыкального спектакля 31 июня. Даша, привет. Привет. Мы снова рады видеть тебя у нас в студии. Даша, ну для начала давай, наверное, расставим все точки над «и». Понятно, что все, кто хочет, могут прийти на кастинг, но, тем не менее, принять участие сможет, конечно же, не каждый. Расскажи, как градируете участников постановки? Ну вообще возраст от 10 до 40 лет. Но прийти, да, может любой желающий. Кастинг вот был в воскресенье. Я отобрала нужное количество человек. Вот мы уже будем составлять сетку репетиций, но люди еще могут прийти, потому что репетиций не было. Поэтому все могут позвонить, либо написать мне, либо в компанию «Рустика», где проводится кастинг. И записать, ну, показать все свои возможности. Поэтому, да, кто считает, что он поет, танцует, может какие-то фокусы делать, на ложках играет. Все пригодится, поэтому могут приходить. Даш, здесь все понятно, с кастингом все понятно. Какими качествами должен обладать человек, какими талантами, чтобы стать частью вашей творческой команды? Ой, как вам сказать? Ну, наверное, во-первых, главное харизма. Потому что даже если вы, ну не то, что плохо даже танцует, а каких-то не хватает навыков, либо вокальных, либо хореографических, то это все дорабатывается. Главное, чтобы была харизма, и главное, чтобы было желание. Хотите участвовать в нашем спектакле, потому что есть педагог у нас по вокалу, есть я, хореограф, которая могу какие-то данные повытаскивать, какие-то провести тренинги, чтобы человек раскрепостился и смог танцевать так, как нужно мне. Потому что постановок очень много я ставлю, разноплановых. Есть и модерновские постановки, есть и хип-хоп какой-то, есть и чистая эстрада. Вот поэтому, когда проводился кастинг, ребята не танцевали свои номера, а я включала импровизированную музыку разных направлений, и они уже показывали, что они могли. Хотя мне было через секунд 10-15 уже понятно, что может человек, как он слушает ритм. А ребята там, давайте еще, давайте еще. Я говорю, ну давайте еще, но мне уже все понятно, и я уже из этой общей картинки. Пришли две девочки на кастинг, они вокалистки. Они пропели мне некоторые треки, которые будут в спектакле. И мне все очень понравилось, я сразу сказала да. Ты заговорила о треках, давай, наверное, расскажем зрителям. Есть известный музыкальный фильм «31 июня» на музыку Александра Зацепина. Чем будет отличаться он от вашего и будет ли? Конечно будет, но мы возьмем всего три главных музыкальных произведения. Я пока остановилась на трех, это «Ищу тебя», «Он перешел» и «Мир безлюбимого». Все остальное музыкальное сопровождение будет именно подсовременную. И мы поменяли профессию главного героя. Он теперь у нас не как был художник, а он у нас фотограф. Поэтому будет и в конце, конец весь изменен. И будет конец не как в фильме, а мы больше окунулись в книгу. То есть история осовремененная, правильно? Да, да, да. Мы и город поменяли, я не буду рассказывать всех тайн. Нет, конечно, безусловно. Чтобы это все было интересно смотреть, но много своих каких-то фишек придумали, чтобы оно отличалось именно и от музыкального спектакля, который был на телевизоре «Мьюзикл», который Александра Зацепина, но и от книги, конечно. А почему именно выбор пал на эту постановку? Ну, вообще идею у меня была поставить хореографический спектакль. Я это, наверное, уже лет шесть хочу. Я собирала данные какие-то, постановки, что я хочу именно сделать. Вот, у меня были какие-то готовые номера, но я не могла придумать общую концепцию, под какой темой я это могу подать. Ну, и мой любимый фильм, вот это 31 июня, один раз я смотрела вот этим буквально летом и думаю, почему мне все это не сделать, ну, вот такую постановку 31 июня. Я еще раз посмотрела фильм, я еще раз прочитала книгу, я посмотрела музыкальный материал, который я отобрала, какие-то связки, я поняла, что почему бы нет тем любви, она вечна, тем более такой любви, что она живет в 12 веке, а он живет в современном мире. И я быстренько написала все это либретто, быстрое музыкальное сопровождение. И пришла к своим друзьям, это компания Рустика, Салана Чпионога, она известный режиссер. Вот, потому что мне нужна была помощь режиссера, потому что я как хореограф, ну, какой-то режиссер-постановщик, я могла все это поставить, но мне нужны именно были какие-то режиссерские штучки, которые я, как хореограф, могу и не знать. У них есть вот в Рустике творческое направление, ДАР, это детская артезиденция. Они там развиваются и детей, они с детьми работают, со взрослыми. Я собрала наставников, рассказала, что у меня есть такая идея, что я хочу представить свой спектакль, им все очень понравилось. И тем более там есть и ведущий, и педагог по вокалу, и хореограф, и режиссер. Это общая сплоченная одна команда, которая может сделать вот такой вот спектакль. И поэтому название мы решили поменять. То есть это не хореографический, а музыкальный спектакль, потому что мы еще можем и... Мы поняли, что не можем обойтись одной хореографией. Мы решили взять и текстовку, мы можем нарезать и какие-то слова из фильма. Плюс еще мы хотим, чтобы какие-то произведения спела я. Посмотрим, мы пока отобрали девочек вокальных. Либо они будут мне помогать, либо они что-то пропишут, либо это буду пить сама. Но вот пока вот это в таком... Я не буду всех решить раскрывать. Конечно, нужно держать. Планов очень много, потому что я накидала целую сетку. Такую каждое действие, потому что идет перемещение из эпохи 12 века в современный мир. И действие сменяется. Нужно, чтобы это было все логично, что за чем идет. Вот. И под каждым действием есть свой определенный музыкальный трек. Поэтому надо все это сейчас... Еще и на заднике что-то происходит, и декорации меняются, и люди меняются. Тем более вот у меня два состава балета, не только те, кто прошли в кастинге. Это ребята... Я выбрала главного героя. Я очень хотела там мальчика-танцора. Он из ДВФУ, он танцует в контрасте. И руководитель сказал, что к нему прилагается еще 15 девочек. Бонусом, да? Бонусом. Я сказала, я не против, я согласна работать. Тем более люди танцующие. И вот две недели я уже с ними занимаюсь. Мы уже поставили некоторые постановки. А тех ребят, которых я отобрала на кастинге, это будут совершенно другие постановки. То есть они будут танцевать со мной, с главной героиней, с принцессой. А остальные будут с главным героем. Мы уже разделим, чтобы было ребятам удобно и переодеваться. И, наверное, меньше было учить, потому что постановок будет очень много. Ну ведь поставить спектакль, да? Репетиция, это уже, как говорится, дело чуть ли не предпоследнее перед самой премьерой. Очень важно прописать и хореографию в данном случае. Если с музыкой более или менее пока что все понятно, и то не до конца, да? Где-то еще есть какие-то свои идеи и возможности их воплотить. То с хореографией, я так понимаю, что все было с чистого листа, правильно? Ну, какие-то связки у меня были наработаны, и все. Но и то музыкальные треки, даже если я беру известный трек, например, «Ищу тебя», я ищу кучу разных ремиксов, я ищу минусовки. Я пытаюсь разрезать, например, трек так, чтобы это получилось не только, как это было в мюзикле, который по телевизору, а это чтобы было отличалось по-другому. Ну да, хореографические постановки мне приходится полностью продумывать и прописывать все заново. Тем более я еще буду петь. То есть какую-то хореографию я буду периодически еще не танцевать. И мне приходится разводить что-то на балет. А их там очень много человек, поэтому очень много всяких разводок. Вот у нас была вчера репетиция. Мы нисколько даже, у нас было две связки, которые нужно было выучить, но было очень много постановок, потому что я по сцене перемещаюсь. Мы там и клины делали, и диагонали делали, и две линии, потому что мне нужно пройти, и расчески они делали. Было очень много постановок, и этим надо будет еще взять какие-то номера. А так, да, постановки с чистого листа, я все придумываю. Получается, сколько времени, вот 18 февраля заявлена премьера, с какого момента вы начали так плотно готовиться, имею в виду, ты еще, может, заблаговременно до кастингов, продумывать рисунки, я не знаю, сцены и так далее. Сколько вот в чистом виде у тебя, по идее, должно уйти времени на то, чтобы поставить этот спектакль? Ну вот мы приступили с 1 декабря, но это только вот часть балета. Еще, ребята, вторая часть не репетировала. Вот у нас буквально есть, ну, два месяца. Достаточно мало времени. Мне это много, очень много, потому что какие-то постановки я могу придумать за полчаса, даже если и не меньше. Бывает, что, да, если вдохновение пойдет, я могу за полчаса такие связки, несколько номеров придумать. Бывает, что-то дольше. И бывает, я могу придумать какую-то связку, прийти, дать на людей и понимать, уже варьировать, что-то переставлять их местами, что-то менять. Мне уже нужно смотреть на людей, как они принимают мой материал. А там уже я могу варьировать и постановки, и движения, и кого-то убирать, кого-то, наоборот, добавлять. Ну, то есть все-таки на кастинге ты и твоя команда вы отдаете предпочтение людям, которые имеют какой-никакой, да, но хореографический навык, там, музыкальный навык и так далее. Либо это может быть человек просто талантливый, который быстро схватывает. Вот, да, были такие две девочки, я тоже их взяла. Но у нас есть сцена, не буду рассказать пока. Есть одна сцена, где не будет ни сколько хореографии и сколько вокала, сколько это будет больше каких-то перемещений и актерская игра. Поэтому мы берем всех. Потому что есть сцены, где нужна просто массовка, которая будет не танцевать и не петь, которая должна присутствовать на площадке и делать определенную функцию. Есть у нас один из главных героев, это девочка. Привидение она должна быть, она должна меня из эпох туда-сюда забирать. Вот, и я отсматривала тоже на кастинге таких ребят, которые могли бы не только танцевать, но и актерские отыграть. Сколько времени в день ребятам сейчас приходится репетировать? Ну, мы пока репетируем по два с половиной часа. Да. Но понятно, что сейчас пока это будет так же, может быть, чуть больше. В январе мы будем, наверное, встречаться каждый день и по много-много часов. А какую роль в спектакле отводишь ребятишкам, детям именно? Ребятишкам? Вот у нас есть одна из главных героев, это привидение. Это детская роль. Я пока не определилась. Я возьму кого-то из тех ребят, которые пришли на кастинги. В основном это такой даже, скажем так, взрослый контингент. Но кто выглядит повзрослее, я все равно возьму. Детский спектакль я хочу сделать потом. Это у меня уже летняя идея, есть какие-то такие наработки, что я хочу сделать. Но это больше взрослые. Но дети все равно нужны. Есть пару сцен, в которые нужны дети. Поэтому детей я тоже с удовольствием беру. Детей я очень люблю и всегда их возьму. Не бойтесь пробовать что-то новое. Особенно пробуйте какие-то другие стилищики. Если ваш коллектив танцует в чем-то одном, понятно, что они в этом специи, они покажут класс. Но раздевайте их. Это прям для детей. Вот так. А расскажи, как проходят кастинги. Так интересно просто, что люди откликнулись сразу же, да? Много желающих будут участвовать? Много очень. Мне писали и в Инстаграм, и в Контакт, и лично в WhatsApp, что как это будет происходить. Даш, мы тебя очень знаем, но мы очень боимся, потому что кто будет сидеть на кастинге. На кастинге сидела лично я и отбирала всех, кто был мне нужен. А так кастинг проходит. Ну вот я уже говорила, что не какое-то определенное заготовленное задание. Хотя они могли показать, я спрашивала, если вы хотите, вы можете показать. Но здесь как бы танцор и вокалист мог показать какую-то узкую направленность. То есть я могла дать связку какой-то хип-хоп, а человек танцует в модерне. И он не раскроется в хип-хопе. И я скажу, извините, вы мне не подходите. А он очень классный танцор в модерне. И поэтому, вот да, мне была важна импровизация, и я меняла треки. И спрашивала, я вначале у каждого спрашивала, где вы танцуете, чем вы занимались, какая у вас есть подготовка. Если нет подготовки, вы просто любите танцевать. Представьте, что вы дома, никого здесь нет, свет выключен, и просто вот у вас порыв пошел, а вы танцуете. Мне не важно, что вы сейчас какие-то заготовленные связки сделали. Мне нужна импровизация, чтобы вы слышали музыку. Если вы слышите музыку, значит вы можете станцевать что-то. Очень интересно. Сколько человек примерно в команде на сегодняшний день? Я так понимаю, что если к мальчику 15 девочек прилагается, и это далеко не все, как я поняла, то достаточно масштабный по количеству людей будет спектакль. Ну, у нас 6 главных героев. Они не входят ни в тот, ни в тот балет. Плюс, да, к главному герою прилагается 15 девочек. Ну, там уже, по-моему, вчера было 16. С каждым днем они растут, может прибавиться еще. В балет, который я отобрала на кастинге, там уже 13 человек. Но заявки мы еще принимаем, пока репетиции не начались. Поэтому, если люди хотят еще прийти, то пусть звонят, пишут. Я возьму, просмотрю. И если это подойдет мне, то я возьму, конечно же. То есть, в принципе, еще есть возможность у тех, кто не успел. Спасибо, это интересно. Даша, очень масштабные планы, да, грандиозные в хорошем смысле. И действительно, для меня все равно, как мне кажется, немного времени на такое воплощение. Может быть, на тебя повлияла твоя, в каком-то смысле, московская жизнь, да? Вот этот бешеный график, профессионализм уже приобретенный здесь, приобретенный там. Ведь не секрет, что ты участница многих проектов. Расскажи о них, пожалуйста. Ну, я переехала, да, в Москву в 2013 году. Это было все спонтанно. У меня был день рождения. Я решила переехать на свой день рождения и продлить его на 7 часов в Москве. Я переехала. Через 3 дня я пошла на кастинг. Это был проект «Большие танцы» на Телеканале «Россия». И я прошла этот кастинг. Там был не один, а около 5 кастингов. То есть, нас сначала отобрали, но отобрали больше, чем нужно. И мы еще проходили какой-то еще кастинг, чтобы пройти. Да, и я попала в этот проект. Да, представьте, девочка прилетела в Москву. Через 3 дня она попала на телевидение. У нас начались репетиции. Мы снимались в одной известной площадке «Головкино». Все очень известное. Ввел Фендер Пандарчук, Наталья Степаненко, Альбина Джанабаева. Мы танцевали с Филиппом Киркоровым, с Меладзе, с группой «Мачете». Потом мы танцевали и с «Глюкозой». У нас были куча-куча репетиций. Мы как-то 20 дней каждую ночь репетировали. То есть, мы все репетировали целую ночь до утра. Пришли, поспали и опять на репетицию. И так проходили наши будни. Это проходило на протяжении трех месяцев. Проект длился три месяца. Его показывали по телевизору. Все меня там смотрели, все у нас болели. Потом я попала в известный коллектив «Стриджа» Сергея Мандрика. В закрытую группу Жени Присяжного. Там мы танцевали на разных конкурсах. Я периодически еще работала моделью. Снималась в некоторых клипах, в каких-то показах участвовала. У меня была возможность ходить на съемки «Голоса». Я смотрела «Голос» и репетиции, и сам проект. Вот, и да, я ходила на спектакли «Тодоса» в Москве. Я ходила очень много концентров. Это и Билан, и Лазарев, куча-куча-куча всех. Ну и мои съемки я и снималась и в главкино, и в «Останкино», и на «Мосфильме», и в «Амеде», и в «Крокусе». Я была на всех площадках, и я ощутила это все на себе. Вот, и, наверное, все это, собрав все воедино, вот я пришла к итогу, что хочу сделать свой спектакль. Даша, ну я не могу тебя не спросить, почему после стольких побед в Москве ты решила вернуться сюда? Ведь многие стремятся, тем более после такого, остаться именно там уже, жить в столице, развиваться там. Ну, знаете, я, да, два года, это были такие безумные два года, это куча съемок, куча каких-то концертов, куча репетиций. К определенному моменту, у меня было как раз, сначала день рождения 25 лет, и я поняла, что надо что-то в этой жизни менять, и что семья намного главнее, что можно плесить по городам сколько хочешь, что можно так же летать в Москву, как я вот ездила в прошлом году, я давала и мастер-классы в Москве, я летала на концерты, это всегда можно летать. Но семью не заменит, наверное, никто, и родители не вечные. И у меня как раз вот племяшка родилась, мне кажется, это, наверное, самое важное к жизни, семья. То есть ты в день рождения решила уехать туда, так же в день рождения решила? Нет, я под Новый год вернулась домой, и почти никому не сказала, для всех вот такой новогодний сюрприз, что я вернулась обратно. И привезла с собой кота. Я так понимаю, что ты не жалеешь, потому что здесь тоже все замечательно. Расскажи, чем занимаешься сегодня, как реализуешь свои возможности здесь, во Владивостоке? Я вообще нисколько не жалею. Я как раз как прилетела, через месяц я создала свой шоу-балет. Мы танцуем и на всевозможных площадках выступаем. Летом, в прошлом году мы выступали вместе с группой Бонни М, ездили на гастроли, отыграли целый концерт. На всех возможных концертах, каких-то площадках. Я как сама, как педагог развиваюсь, я ставлю очень много постановок, меня нанимают в коллективы. Я очень много сижу в жюри, в всевозможных фестивалях, на многих которых я находлюсь как председатель. Ну и сама танцую, сама преподаю. Знаешь, интересно, просто возникает также вопрос. Понятно, что талант, возможности, это все безусловно должно быть, чтобы добиться таких результатов. Но все говорят еще и о том самом счастливом случае. Но получается, что фартит, да, тебе не хочется согласить ни в коем случае. Не знаю, что посущать, фартит. Может быть, есть какой-то секрет успеха, я не знаю, как так получается? То, что ты очень много больше других трудишься, я не знаю, как? Или просто вот так, что случается? Ну, наверное, да. У меня есть такая харизма, про которую многие говорят, как она и должна быть танцорной. Ну и трудиться, да, нужно трудиться очень много, потому что я могу репетировать очень много дома, могу репетировать очень много в зале. Я также, как и другие, могу ходить на кастинг. Хожу я очень много на мастер-классы, и я смотрю очень много зарубежных постановок, потому что побывав в Москве, я поняла, что в Владивостоке очень много о чем не знают. Не знают, не смотрят, не читают. Я также читаю, стараюсь читать книги по хореографии, по актерскому мастерству, какие-то смотреть по телевизору, там, постановки. Я очень могу много смотреть концертов, но не слушать вокалистов, а смотреть, что делают шоу-балеты, потому что, имея свой шоу-балет, мне нужно тоже какую-то фишку. Я вот смотрю на другие, все делаю свое. Твоя сейчас такая основная цель, ну, помимо того, что ты реализуешься сама творчески, ставишь спектакли и позволяешь другим это делать, ты еще хочешь, наверное, как-то развивать танцевальную индустрию у нас в городе, я правильно понимаю? Да, поэтому я в городе часто даю мастер-классы, я прихожу в другие коллективы, помогаю коллективам, чтобы они тоже развивались. Но, тем не менее, мне кажется, что Владивосток все-таки у нас не в числе последних городов по сравнению со столицей, да? На протяжении, там, скольки, наверное, пяти лет, может, даже больше, город прям стал очень развиваться, и это очень радует. Как считаешь, чем это связано, ну, помимо того, что такие люди, как ты, возвращаются и дают возможность здесь развиваться танцорам? Ну, наверное, город стал больше привозить каких-то педагогов, люди стали сами уезжать в другие города, потому что раньше все думали, что я такой один, единственный классный хореограф, мне больше никого не надо, мне не надо нанимать педагогов в свой коллектив. Сейчас люди стали не только сами ставить, но и нанимать других людей в свой коллектив, потому что, понятно, вот так же, как я могу поставить постановку, мое видение – это мое видение, я обязательно дам кому-то посмотреть, я запишу на видео, я обязательно покажу своей маме, которая оценит все эти постановки, я показываю друзьям, потому что мнение со стороны всегда очень важно. И вот люди, да, стали приглашать других людей, ну, вот, да, у нас в городе стало очень проводиться много мастер-классов, Это очень похвально. Люди стали нанимать. Идет какие-то фестивали, на которых привозят других педагогов. Есть ли какие-то, может быть, это, конечно, секрет, если да, то ты скажи, но тем не менее, не могу не задать этот вопрос. Есть ли какие-то танцевальные направления, о которых у нас еще, ну, если не сказать, неизвестно, но никто их не практикует, не демонстрирует публике, а ты вот готова сегодня уже внедрять их, в люди выводить? Ну, нет, у нас стали очень развиваться все направления. Я больше сейчас двигаюсь, наверное, это Л.А., но Л.А. такой, который в клипах. Да, ну, сейчас, да, есть все но педагоги, которые развивают, но вот это, да, направление сейчас активно развивается в городе. Ну, и да, у нас стали ВОК, вот там мы посмотрели, вот я была в жюри на фестивале стартинейджер на школьном, раньше это был чисто хип-хоп, сейчас стали дети учить ВОК, хаос, хотя все раньше хаос боялись. Развиваются. Даш, давай вернемся к музыкальному спектаклю, точнее, 31 июня. Расскажи нам еще раз, когда, где можно будет его посмотреть и куда, до какого числа можно приходить на кастинги? Спектакль сам будет 18 февраля в ДКЖД, это на Партизанском проспекте. На кастинге людей еще принимаю, поэтому можете лично писать мне в Инстаграм, в Контакт, кто знает номер телефона, либо в компанию Рустика. У них есть тоже свой Инстаграм, есть номера телефонов, есть Контакт. Можете туда написать и написать, что вы на кастинг. Главное, не бойтесь, пожалуйста, потому что я не такая злая, я не кусаюсь, я беру всех, потому что люди важны и люди нужны. И поэтому, если вы думаете, что вы хоть немножечко поете, хоть немножечко танцуете или умеете что-то там мимом работать или там жонглировать, приходите, пожалуйста, я вас очень всех ждут. Ну, нам пора заканчивать и напоследок, не могу тебя не попросить, поздравить с новогодними праздниками жителей города, края. Да, мой любимый город, в который я опять-таки вернулась и больше никуда не уеду. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Наверное, самое главное – это здоровье, а остальное уже все будет. Ну, и творческого развития в нашем городе. Спасибо тебе большое, Даша, что пришла к нам. Спасибо. Спасибо. И удачи, конечно же. Еще больше. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова